Ауду биллахи мин ас-шайтан и р-раджим, бисмиллахи р-рухмани р-рухим, вабихи насто'ин, вахваххиру насырин ваму'ин. Вассалату ас-саламу а'ля саиду ламбияю а'ля мурсалин, ва а'ля алихи т-тайбин а'ля т-тахирин а'ля ма'сумин, ва ла анату д-даимату а'ля адаихи мажма'ин, и ла аки яум яуми д-дин. Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья и сестры. И продолжаем наше обсуждение вопросов идеологии. На прошлых занятиях мы начали разбирать отрицаемые атрибуты, то есть атрибуты недостатка, атрибуты несовершенства. И, как следует из названия, это те атрибуты, которые не присущи Богу. Мы отрицаем эти атрибуты в отношении Бога. На прошлом занятии мы разбирали направления, мы говорили о том, что Бог не обладает направлением каким-либо определенным, Бог не находится в каком-либо определенном направлении. И напомню, что все эти отрицаемые атрибуты, несмотря на то, что отрицаемых атрибутов огромное множество, возможно, даже и безграничное множество, так как недостаток и несовершенство не ограничено каким-либо определенным количеством, несмотря на это мы разбираем только некоторые недостатки, некоторые отрицаемые атрибуты. Вследствие того, что эти атрибуты имеют определенную актуальность, определенную значимость относительно этих атрибутов имеют определенные разногласия, заблуждения, в том числе и в мусульманском мире. Итак, мы говорили о направлении, и актуальность этого направления, вопроса направления заключалась в том, что мусульманские некоторые так называемые ученые и некоторые мусульманские течения, некоторые мусульманские группы придерживаются направления относительно Бога. Они говорят, что Бог находится наверху, и при этом они умудряются ссылаться в этих своих убеждениях на некоторые аяты, которые являются муташабиха, то есть имеют неоднозначный смысл. Это особенность заблудших групп ссылаться на подобные аяты Священного Корана. Об этом сказано в самом Священном Коране, что те, у кого имеется определенная болезнь в душе, в сердце, они всегда стремятся ухватиться за эти неоднозначные по своему смыслу аяты. Эти аяты нуждаются в особом толковании со стороны его светлости, пророка Мухаммада и его наместников. Поэтому относительно этих аятов необходимо следовать указаниям разума и указаниям внешнего пророка, то есть пророка Мухаммада и его наместников. Итак, следующий отрицаемый атрибут, который нам необходимо разобрать, это единство, объединение, смешение, то есть смешение Бога с чем-либо, объединение Бога с чем-либо. То есть это когда Бог с чем-либо объединяется или с кем-либо объединяется и образует что-либо третье, что-либо новое, что-либо другое. Мы говорим о том, что Бог ни с чем и ни с кем не объединяется, ни с кем и ни с чем не смешивается. Он ни с чем наряду не становится, нет ничего, что находилось бы наряду с Богом. Например, чтобы было понять, мы приведем несколько заблудших точек зрения, которые придерживаются обратного. Например, троица, христианская троица. Это ярчайший пример, где данный принцип, данный атрибут утверждается, не отрицается, как это делаем мы. Они утверждают, что Бог является третьим из трех. И этот взгляд, это убеждение в священном Коране названо неверием. То есть эти люди за это свое убеждение обвинены в неверии. В заблуждении. Названо это точкой зрения заблуждением. Карам порицает эту позицию, эту точку зрения. Называть, говорить, что Бог является третьим из трех. Святой Дух, Бог Сын и Бог Отец. То есть эта троица, которая создается, в которую верят христиане, это есть как раз-таки нарушение данного принципа. Они говорят, что Бог является чем-то единым между, чем-то, что создает единство с этими. То есть со Святым Духом и Богом Сыном. Создает некое единство. То есть они смешаны, они являются единым целым. Но при этом Бог является третьим из трех. Обратите внимание, как мы уже говорили ранее. Третьим из трех. Или же имеется среди мусульманских течений, среди мусульман также имеется подобное заблуждение. Например, некоторые считают, что некоторые суфийские тарикаты, некоторые суфийские секты считают, что человек в своем духовном развитии может достигнуть, дойти до единства с Богом. То есть слиться с Богом в единое. Это та же самая точка зрения. Здесь уже может звучать разная цифра. Второй из двух, третий из трех, четвертый из четырех и так далее. Там подобное. То есть все эти заблуждения основаны на том, что сторонники этих заблуждений утверждают, что Бог с кем-либо или с чем-либо объединяется и создает нечто новое, нечто третье. И эта точка зрения порицается не только откровением, но и разумом. Разум также порицает эту точку зрения. Почему? Потому что, во-первых, подобное объединение предполагает ограниченность Бога. Обратите внимание, в священном Коране, который говорит о Боге, что он является третьим из трех, является заблуждением, наряду с этим сам священный Коран говорит, что Бог является четвертым из трех, или пятым из четырех, или шестым из пяти. Об этом сказано в самом священном Коране. Сказано, что Бог четвертый из трех, пятый из четырех, шестой из пяти, и так далее сказано в священном Коране. Так какая же разница между первым утверждением и вторым утверждением? Огромная разница. Огромнейшая разница между этими утверждениями. Первое утверждение предполагает ограниченность Бога, наряду с чем? Наряду с которым может быть нечто другое, с чем Бог может объединиться. То есть наряду с Богом есть нечто, некто. Но второе утверждение утверждает, второе утверждение гласит, что наряду с Богом нет ничего. Бог везде в своем бытии, в своем существовании, между первым и вторым, между вторым и третьим, и так далее, и тому подобное. Там, где первый, там, где второй, там, где третий. Он не наряду с этими тремя, не наряду с этими четырьмя. Он третий из двух. Четвертый из трех, пятый из четырех. То есть он не наряду, он не ограничен. Потому что говорит, что Бог третий из трех, это следствие ограниченного понимания Бога. То есть представление о том, что Бог ограничен. как говорит его светлость имам Али, это утверждение имеет прямое отношение к данному вопросу. Он говорит, что Бог находится в вещах, но не смешан с ними. Не смешивается с ними. И представьте себе, что Бог является четвертым из трех. И понимание того, что Бог является четвертым из трех, есть толкование, есть истинный смысл слова Его светлости или же наоборот слова являются толкованием этого аята. Раскрытием этого аята священного Корана, где говорится, что Бог четвертый из трех и так далее, пятый из четырех и так далее. Что это означает? Это означает, что Бог в своем бытии не ограничен и нет наряду с Ним другого бытия. Чтобы было еще понятнее, давайте обратимся к следующему аяту. В священном Коране сказано, что Бог является живым вседержателем. Обратите внимание на слово вседержатель. Все держится на Боге. Он является вседержателем. И раз все держится на нем, в своем бытии, во всех своих качествах, абсолютно во всех своих качествах и атрибутах, все держится на Боге. И прежде всего в своем бытии. Бытие всего держится на Боге. Он является держателем бытия всего. То как мы можем представить на еду с Бога что-либо еще? Как можно сказать, что Бог является третьим из трех, если двое остальных являются всего лишь тенью, являются всего лишь лучами Бога, являются всего лишь отражением, не более того? Это, конечно же, примеры и уподобления всего лишь. Но пример Бога и творений еще более интенсивнее, намного более интенсивнее. Но чтобы можно было себе представить, что значит быть вседержателем, эти примеры вполне подходят. Является ли отражение чем-то самостоятельным? Представляет ли из себя что-либо отражение без оригинала? Конечно же, нет. Так как можно поставить отражение наряду с самим человеком? который отражается в зеркале? Можно ли сказать, что отражающийся или отражаемый человек, отражаемый в зеркале, является вторым из двух? И наряду с ним мы можем ли поставить его отражение? Ни в коем случае. Или же можем ли мы сказать, что лучи солнца являются таким же светом, каким является само солнце? Можем ли мы наряду с солнцем представить себе и вообразить его лучи? Лучи солнца, как свет, как нечто дарующее свет и тепло? Конечно же, нет. Они ничего из себя не представляют без солнца. Ни в коем случае. Или же тень. Может ли из себя что-либо представлять тень? Можем ли мы тень ставить наряду с его оригиналом, тем телом, которое откидывает тень? Конечно же, нет. И именно такова, но намного более интенсивнее такова история Бога и его творений. И поэтому совершенно неправильно утверждать, что Бог третий из трех, или четвертый из четырех, или второй из двух. Ни в коем случае. Бог четвертый из трех. Он не наряду. Он везде. Он всегда. Он не наряду с чем-либо. Все остальное держится на нем. Он является вседержателем. Так как же можно полагать, что Солнце может смешаться со своими лучами? Как можно полагать, что человек может смешаться со своим отражением или тенью? Что из себя представляет тень? Что из себя представляет отражение? Что из себя представляют лучи, дабы Солнце или человек могли с ними смешаться? Ничего не представляют. Они держатся на нем. Ничего из себя практически без него не представляют. Абсолютно ничего, является полным нулем. Поэтому это утверждение, утверждение о том, что Бог третий из трех или второй из двух, это заблуждение, это искажение реальной действительности, искажение Бога, искажение бытия, сути и атрибутов Бога, является очевиднейшим заблуждением. Это еще один отрицаемый атрибут, то есть Бог ни с кем не смешивается, ни с кем не объединяется. И это, речь здесь в данном случае не идет о том, что это фактически так, речь идет о том, что это логически невозможно, это невозможно себе даже вообразить. То есть невозможно подобное, это логически невозможно. Не только противоречит действительности, но и более того, не может соответствовать действительности. Это просто-напросто невозможное бытие, невозможное сущее. Бог ни с кем не объединяется, ни с кем не смешивается. Не является вторым из двух, третьим из трех, четвертым из четвертых, пятым из пяти. Он является вторым из одного, является третьим из двух, четвертым из трех и так далее и тому подобное. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok